Итак, мы попадаем в материальный мир. Душа проходит из духовного мира через сияние Бога. Это энергия счастья. И попадает в материальные Вселенные, которых очень много. Весчисленное множество материальных Вселенных существует. И многие из них больше, чем наша. У нас небольшая Вселенная, согласно ведам. В Шамадбхагватам приводятся размеры нашей Вселенной. Я сейчас точно уже не помню цифры. Но эти размеры существуют. И также существует описание Вселенной. Наша Вселенность имеет форму шара, как и все остальные Вселенные. Мы находимся внутри этого шара. Снаружи есть оболочки Вселенной. Каждая оболочка состоит из определенного вещества. То есть весь этот мир, в котором мы живем, соткан из пяти первоэлементов мироздания. Кирпичиков мироздания. И трех тонких элементов мироздания. Первые элементы тоже имеют тонкую природу. Но они наполняют этот мир грубым веществом, материи. То есть они дают возможность материи жить. Также есть три тонких структуры, тонких элементы, которые дают возможность жить живым существам в этом мире. Но первые элементы также при нас присутствуют. Я сейчас об этом вкратце расскажу вам. Но прежде чем это рассказать, я хочу описать структуру Вселенной. Хотя нет, наверное, сначала первые элементы. Потому что оболочки Вселенной вы не поймете, как они устроены. Итак, те вещества, о которых я сейчас буду вам говорить, невозможно измерить никакими приборами, никакими волновыми аппаратами, которые есть в современной науке. По факту современная наука, она очень мало знает об устройстве этого мира. В ведах подробно описано это устройство и описано, как это мы можем понять. Так, например, существует первый элемент эфира. Что это такое? Это вещество, которое создаёт пространство. Так, например, если бы не было первого элемента эфира, то бы, допустим, вот в этом стакане, то бы стакан свернулся в точку. То есть первый элемент эфира разворачивает возможность существовать разным видом пространства. И у нас в организме существует очень много видов пространства разных. Так, например, есть такое пространство, в котором живёт наша психика. Есть пространство, в котором живёт грубое тело. И все эти пространства вы выстланы каналами разными. Так, например, у меня есть книжка «Тонкое строение человека». Там подробнейшим образом описано, как действует первый элемент эфира и как устроено наше тонкое и грубое тело. Ну, благодаря этим пространствам у нас. Есть два вида каналов, которые существуют внутри нашего тела. Тонких каналов, эфирных каналов, создающих пространство. Первый вид каналов называется шротасы. Это первый элемент эфира. То есть, понимаете, такие вещества, первый элемент эфира, создаёт такое пространство, в котором находится каждая клеточка нашего организма, каждый орган, каждый, ну, допустим, есть такой Анна-Ваха-Шротас. Вот это такой канал тонкий. Он объединяется между собой все органы, по которым идёт пища, начиная от рта и заканчивая, сами понимаете, чем. Вот, то есть, везде, где пища идёт, она, ну, канал вот этот тонкий, он объединяет все эти органы. И когда происходит зачатие, то как по чертежу внутри этих каналов растут органы все. Допустим, кишечник растёт внутри этого канала Анна-Ваха-Шротас. Понимаете? И поэтому пищеварительная трубка, когда ребёнок закладывается, она филигранно развивается и соединяются все органы друг с другом, состыковываются идеальным образом. Иначе как бы это возможно было в трёхмерном пространстве? Если даже мы, допустим, под землёй роем два канала, то если нет чертежа, то невозможно состыковать. То есть, мы промажем 100%, нужен чертёж. И вот этим чертежом в нашем организме являются Шротасы, каналы эфирные, которые выстилают на тонком плане весь организм. По факту, человек ещё не родившись, он просто происходит зачатие, уже организм существует на тонком плане, и уже известно, как будет он развиваться и как клетки будут размножаться. Больше того, по факту известно так же, как организм будет стареть и как тело будет оставлять, мы будем оставлять это тело, тоже известно. И после оставления тела эти эфирные каналы не заканчивают своё существование. Они помогают организму уничтожить самого себя. То есть, существует система в организме, которая даёт возможность быстро уничтожить то, что создано было, то есть, то тело, в котором мы жили. И то же самое у животных. Поэтому мясо никак нельзя назвать здоровой пищей, потому что с момента выхода от тонкого тела и из грубого тела мясо начинает уничтожаться самим собой. Ну, то есть, там активизируются определённые вещества, которые являются ядовитыми для нас. Они разрушают самого себя, сам организм. И поэтому мясная пища, по факту, не может быть здоровой из-за этого. Но так как учёные, как человеку хочется есть плоть, поэтому учёные судорожно ищут полезные свойства мяса. Судорожно выискивают. Потому что хочется есть мясо. Есть только одна причина. Есть два типа науки. Один тип науки – люди ищут истину и при этом не обращают внимания на свои желания. Второй тип науки – это когда люди хотят удовлетворять с помощью науки свои желания. Я разок участвовал в передаче про холестерин. И там было несколько таких видных деятелей. Там был председатель Совета здорового образа жизни России. Там был один из ведущих диетологов страны. Этот ведущий диетолог страны сказал, что красное мясо является главным поставщиком атеросклероза в организме и главным канцерогеном. То есть красное мясо – вредная пища. И те, кто едят красное мясо особенно. Ну, красное мясо – это крупного рогатого скота. Люди, которые едят красное мясо, все они имеют склонность к атеросклерозу очень выраженную и склонность к раку, к злокачественным опухолям. И тот, который является председателем здорового образа жизни, он говорит, и что теперь шашлыки не есть? Это идет передача по центральному телевидению в России. Что говорит, теперь шашлыки не есть? А тот, который это утверждение сделал, он говорит, ну, понемножку, наверное, можно. Ведь люди – это ученые, как бы это те, кто занимается наукой у нас в России. Ведь если ученые привязаны к мясу, они не могут следовать тому, что дает наука. Наука говорит, это вредная пища, но если они сами говорят, немножко можно, то все остальные будут этому следовать просто. Потом этот диетолог начал ругать молоко, говорит, что это вредная пища. А я начал ему возражать и привел пример Авицену и Бансину. И тот ухмитнулся, усмехнулся над тем, что я привел пример Авицену. Тогда я ему начал рассказывать, кто такой Авицен, что в 11 лет он выучил Коран наизусть. В 9 лет, вернее, в 9 лет от рода он выучил наизусть Коран и победил в конкурсе всех знатоков Корана. Занял первое место. У него было 9 лет от рода, маленький ребенок. Он был настолько блестяще, знал Коран, что никто даже открыть ртариалом с ним не мог. В 11 лет он изучил медицину настолько, что он вылечил царя своего государства, Авицену. И царь ему сказал, что хочешь, то и выбирай. И он выбрал царскую библиотеку, доступ к ней. И в 15-16 лет он выучил всю царскую библиотеку. То есть все писания, которые там были, он выучил в 15-16 лет. И он написал в 19 лет трактат по лечению, которым пользовался 600 лет после него. И этот трактат был напечатан вместе с Библией на первом печатном станке. И там дается говориться о том, что молоко это полезная пища, особенно для пожилых людей. И особенно если горячее молоко с медом пить, то и токсины уничтожаются в теле, и много других хороших вещей происходит в организме благодаря приему молока. И потом я ему задал вопрос, а что, вот люди 600 лет были дураками, а вы сейчас такой умный, что лучше их понимаете, как лечить. И он не смог мне ответить на этот вопрос. Итак, мы там нежно общались друг с другом на этой передаче. Но одно я усвоил очень четко после этой передачи, что если человек сам не может отказаться от вредной привычки, он не может быть ученым. Потому что ученый это тот, кто принимает знания и ставит его выше своих желаний. Допустим, сказано, вот так надо делать, значит так надо делать. Это ученый человек. Он принимает знания и действует согласно знаниям. Но если ученый имеет привычки какие-то, то как бы наука ни говорила, он все равно будет удовлетворять свои желания. Понятно, да, система? Так движемся вперед. Другой вид каналов тонких, которые существуют в нашем теле, называется надей. Да, кстати, если применимо к закону кармы говорить о шротосах, то, допустим, человек отрубает кому-то руку в этой жизни, да? В результате в его тонком теле, в этом самом месте, где он отрубил руку другому человеку, появляется преграда движению эфирной энергии. Вот первый элемент эфирный перестает работать нормально в его собственном теле. И это дает необратимую реакцию в организме. То есть, если не будут произведены какие-то действия, которые улучшат энергию, эфирную энергию в теле, то тогда придет время, и в этой жизни тебе отрежут руку. Причем внешне это будет выглядеть как случайность. Но никаких случайностей нет. Когда я изучал эту тему, я медитировал на эфирное тело свое, начал его чувствовать, воспринимать. И я лежал в ванной, в горячей ванной мне было легче настроиться, потому что организм активизировался, психо-кактивизировался. Я наблюдал за своим тонким телом и увидел, что в области голени, правой ноги у меня есть прерывание, вот это, о котором я говорю, эфирного тела, и что есть вероятность, что у меня будет отрублена часть ноги, там, голени. Вот. И я начал молиться, то есть я тогда уже занимался духовной практикой, начал молиться, и заметил, что в общем-то, через месяц или два молитвы, я заметил, что, ну, скорее всего, нога будет целой, но что-то может произойти, неполадок какой-то может быть, неполадок, какие-то проблемы могут быть. И судьба не заставила долго ждать себя, то есть где-то через месяц или два после этой медитации и молитвы, я шел по лесу, собирал травы, у меня был такой нож, очень хорошо резать им было корни, траву, он такой был, вот так вот, подскос, вот так вот, и очень сильно заточенный такой железный нож, подскос вот такой вот, ну, как пика такой острый был. Вот, и я легко им строгал, то есть вот так вот, этот нож лежал в целлофановом пакете, у меня была лопата, я ее нос нес на перевес, и в какой-то момент я не заметил кочку, которая была спереди, была густая трава, эта кочка, в эту кочку воткнулась лопата, я в это время делал шаг вперед правой ногой, в которой есть как раз проблемы, и нож лежал с острием ко мне в целлофановом пакете, и нож встал между лопатой, черенком лопаты и моей ногой. Можете себе представить, как это бывает, как карма действует? Он стал между черенком лопаты и моей ногой, и со всей силы воткнулся мне в ногу, прямо находясь в целлофановом пакете. То есть в результате целлофановый пакет торчал вместе с ножом, я упал как бы на землю, вот, хлынула кровь, и, ну, как бы, я немножко пришел в себя, сначала мне было плохо, потом я пришел в себя, и вспомнил, что я молился, я также понял, что по ноге идет заражение, потому что, ну, в земле очень много микробов, и нож как раз был, после того, как я уже порезал траву, он был грязный, ну, то есть, все сбывалось, то, что я намедитировал, и дальше произошли интересные события. Я понял, что мне надо встать, я встал, опершись на лопату, я встал, и увидел вдалеке, в лесу, два силуэта, мужчина и женщина, как будто бы, они как будто бы стояли, обнимались друг с другом, и такое ощущение было. Я направил все свои силы в эту сторону, и звук, и закричал, помогите! И они обернулись на меня, увидели, как бы я в этот момент свалился опять. И они подбежали ко мне, это были вот люди там стояли, это результат моей молитвы был. И они, у них была машина недалеко, они сбегали к машине, и взяли аптечку там, залили рану йодом, перебинтовали, потом я дошел до их машины, они довезли меня домой. Так я избежал проблем. Рано потом затянулось, все нормально. Ну то есть, видите, я вам рассказал, как действует карма. Вот шротасы, вот тонкое тело, эфирное есть. Если мы кому-то портим эфирное тело, то есть незаслуженно, допустим, если воин сражается, защищает родину, то, что бы он там ни сделал, это не является для него плохой кармой. Его поступки не будут приносить ему страдания. Больше того, если он погибнет на поле боя, защищая родину, он отправится на высшие планеты. Все грехи его будут отработаны в результате. Видите, так интересно, что в этом мире все предусмотрено. Есть незримые законы, которые создал Господь, которые работают великолепно для того, чтобы мы правильно жили. И вот эта идея, что обязательно, что никому не надо наносить телесного вреда, она неправильная. Допустим, если палач наказывает бандита, то он не несет ответственности за этот поступок. Он не будет страдать. Я вам сейчас расскажу свой опыт. Когда был очередной теракт, я ехал недалеко от этого места и даже почувствовал запах гари. Метро был взрыв. Я почувствовал даже запах гари. Мне-то совсем недалеко я ехал от этого места. И у меня была возможность медитировать на этих людей. Я почувствовал эту энергию тонкую. И потом я в интернет, я запомнил эту энергию. В интернет я нашел фотографии уже тех девушек, которые взорвались, взорвали других. И я начал медитировать на этих девушек. Я увидел ситуацию. То есть я, потому что в пространстве вся энергия существует. Если ты имеешь хорошую концентрацию внимания и чувство, как это делать правильно, то можешь найти эту информацию. И я увидел эту ситуацию. Я увидел, как девушка взорвала себя. Я увидел, как на тонком плане она вышла из тела. И как люди вокруг, которые взорвались, тоже вышли одновременно из тела. Я увидел, как эти люди, которые взорвались, пошли на высшие планеты, получив сильное страдание. То есть они перестрадали, пошли на высшие планеты. И я увидел так же, как эта женщина, она пошла в ад, несмотря на то, что она произнесла имя Бога в момент смерти. Но я увидел еще кое-что интересное. Так как она произнесла имя Бога в момент смерти, она после ада не будет рождаться на земле. Она пойдет на высшие планеты. за то, что она верит в Бога, Господь ее любит за это. Но сначала ей придется очень много страдать в аду. И она будет страдать за все, что она сделала. То есть она всех, кого она погубила, она за это ответит сначала. А потом, так как она произнесла имя Бога в момент смерти, она получит много очень счастья. Эта женщина. Потому что по факту она не виновата ни в чем. Ее просто обманули. Те проповедники, которые ей рассказали о том, что Бог такой ненавистный ко всем. Он убивает всех, кто не нашей веры. Ничего общего с Богом это не имеет информации. Бог, он по природе очень любящий, добрый. И он по факту даже не замечает наших грехов. Их замечает материальные энергии, которые он создал. Законы, которые он создал. Сам Господь он видит только самое лучшее в душе. Поэтому даже те люди, которые совершили подлые поступки, но с именем Бога на устав, они все равно получают милость в конечном счете от Бога. Без всякого сомнения. Если говорить глубже, вот глубже смотреть на вещи, то вот эти вот смертники, которые взрывают всех, уничтожают всех вокруг себя вместе со своей жизнью, делая это в состоянии религиозного фанатизма. По факту я медитировал, молился, почему так происходит, потому что не бывает просто так ничего в этом мире, всегда есть какой-то причины, какие-то причины на все. Знаете, в чем заключается причина существования этих смертников? они являются воплощенным протестом того направления цивилизации, которое оно взяло. Эти смертники по факту протестуют против того, что происходит в этом мире. Они не хотят, чтобы культура человечества развивалась в сторону жуткого демонического материализма, в котором мы находимся сейчас. Все эти люди, которые взрываются по факту очень благочестивы в своем сердце, они вели праведный образ жизни. то есть, просто так себя же не убьешь, для этого нужны основания какие-то. Но так как они получили неправильную философию, я утверждаю, что это неправильная философия, потому что я общался с мусульманами, которые имеют правильное представление о Коране, и они мне объяснили, почему эти люди так воспринимают Коран, но в чем причина их такого восприятия, и что это не является абсолютно неправильным восприятием этого священного Писания. Прежде всего человек должен победить демонов в своем сердце, победить демонов, уничтожить демонов не означает уничтожать народ вокруг, означает уничтожать демонов внутри себя, что и говорится в общем-то и в Библии, и в Ведах все одно и то же. Так движемся вперед. Другой вариант, другой как бы первый элемент эфир имеет также другое представительство в нашем теле, есть другой вид тонких каналов, называется нади. Эти каналы тонкие, они, по ним движется энергия мыслей человека, и они связаны с нашим тонким телом, психикой нашей. То есть нади, эти каналы выстилают все тонкое тело психическое, и они помогают регулировать здоровье, то есть регулировать все внутренние органы нашего организма. Таким образом, ум отвечает за регуляцию внутренних органов. Обычно говорят, что в здоровом теле здоровый дух, но на самом деле все наоборот. Когда человек правильно психически функционирует, то это правильное функционирование психически дает человеку возможность быть здоровым. и по факту самая главная причина заболеваний кроется в неправильных поступках и неправильном мышлении человека. Неправильные поступки создают такие тяжелые хронические заболевания, а неправильное мышление создает тенденции к различным заболеваниям и просто плохое самочувствие, плохое функционирование организма. Если человек мыслит неправильно, то организм функционирует неправильно. Если человек совершает какой-то плохой поступок, то он создает основу для тяжелого заболевания. Так, например, если женщина делает аборт, то есть убивает ребенка в своем собственном организме, своего собственного ребенка в своем собственном организме, если женщина убивает, то в этом случае она получает такой результат, что она создает возможность развития злокачественной опухоли в матке или в детородных органах, например, рак груди. Может возникнуть, или рак матки. Как это происходит, я вам сейчас объясню. Когда происходит зачатие, то у ребенка есть свое собственное пространство в организме матери. По факту в одном теле живут в это время три души. Сверхдуша, душа матери и душа ребенка. Три души в одном теле живут в это время. И душа ребенка имеет свое место для жизни. И это место не принадлежит матери. Это его собственное место. И поэтому ребенок требует кушать. И поэтому мать в этот момент перестает кушать то, что ей нравится. Когда человеку что-то нравится, то эта пища дает ему силы жить. Пища, которая нравится, она дает силы жить. И поэтому вкусы, желание кушать сильно меняется у матери в тот момент, когда она забеременела. У женщины, когда она забеременела, у нее первое, что меняется, вкусы. Начинает чувствовать, что ей хочется совсем другое кушать, не как раньше. И это от нее уже не зависит. То есть она хочет кушать то, что хочет кушать ребенок по факту. Потому что он развивается гораздо сильнее, чем она сама в это время. Но когда женщина выкидывает ребенка из своей утробы, то в это время она лишает ребенка места, где жить. То есть она разрушает ему эту возможность, хотя она не имеет на это санкций. То есть она не имеет права по факту это делать. И это ощущение она испытывает в своем сердце, когда это делает. У нее возникает жуткий протест внутри сердца, что этого делать не надо. Но так как она не планировала ребенка и считает своим материалистичным сознанием, что ему негде будет жить, что плохие условия жизни, там это у нас денег на него не хватит. И вообще как бы я не готова к этому. Она так считает. Поэтому она его выкидывает. Она не знает, что ребенок сам создает своей судьбой пространство для жизни. Когда ребенок начинается, то его карма создает место, где жить, возможность, денег для этого и так далее. Ну то есть эта карма ребенка все устраивает по факту. Но женщина об этом не знает. Она просто ее вышвыривает из своего тела. И она получает три типа реакций по закону кармы. Первое. В том месте, где она выскорбила ребенка, создается связь с ребенком. В тонком теле ребенок уходит из этого места. Но он остается связанным с этим местом. И так как он возмущен в тонком теле, ребенок возмущен поступком, то эта связь его с этим местом проклинает это место. То есть там создается зона, неуправляемая для матери. То есть женщина не может управлять этим местом. И туда входит, постепенно начинает входить энергия живого существа, разрушающего жизнь человека. Такие живые существа, я их воспринимаю, чувствую, как они действуют, живут. Они действуют интересным образом. Это живое существо сначала на тонком плане прикрепляется к этому месту. И постепенно начинает на него влиять все больше и больше. Оно создает условия для существования своего в этом месте. И потом, когда условия созданы, туда поселяется уже. В результате это существо начинает расти. Там этот сам организм в организме. Цель которого уничтожит нашу жизнь. Это злокачественная опухоль. Сначала она появляется как доброкачественная. То есть злокачественная опухоль еще туда не зашла. Но что такое доброкачественная опухоль? Это опухоль, которая уже связана с злым существом, которое хочет разрушить нашу жизнь. Но пока это существо еще и не имеет возможности войти в грубое тело. Но когда человек раскаивается и в молитве отрабатывает плохую карму, то злокачественная опухоль уже не может развиться в его теле. Но когда уже она начала развиваться, то не так-то просто избавиться от этого. Потому что у кармы есть три, несколько стадий развития. Мы об этом будем говорить чуть позже. На последней стадии развития, когда карма запускается, уже поздно что-либо делать. Или почти поздно. То есть можно что-то сделать, но это уже будет война. Когда войско формируется, можно что-то сделать. Когда войско готово к боевым действиям, еще можно что-то сделать. Можно установить мир. То есть с помощью переговоров сделать так, чтобы не было войны. Но когда уже войско пошло в атаку, единственное, что можно сделать, это сражаться с ним и все. Разговоры или какие-то другие мероприятия уже не помогут. Молитва не поможет. Нужно сражаться с этим войском. И сражаться как? Его же силами. То есть опухоль надо уничтожать уже с помощью каких-то препаратов, с помощью облучения, операции и так далее. То есть с каким-то грубыми способами. И не факт, что когда опухоль начала расти, именно молитва может ее вылечить. Не факт. Но есть такие люди, которые молитвой способны сражаться с опухолью. Я, может быть, раз в своей жизни видел такого человека. Остальные все обманщики. Поэтому самый лучший способ лечения опухоли злокачественной – это традиционный подход. Облучение, химия, операции. Плюс нетрадиционные методики. Спасибо за подтверждение. Плюс нетрадиционные методики. Итак, мы с вами вкратце изучили, что такое первоэлемент эфира, как он влияет на карму. Это пространства, в которых мы живем. Мы живем так же, надо знать, как эти пространства действуют в нашей Вселенной. На низших планетах очень мало первоэлемента эфира. И там двухмерное пространство. Живые существа там живут в плоскости. Им очень трудно двигаться, то есть все затруднено. На высших планетах 36, по-моему, 36 видов пространства разных. Живые существа живут гораздо свободнее, чем мы. У нас здесь 4 измерения, там 36 измерений сверху. Чем ниже, тем плотнее материя, тем больше тяжелые первоэлементы увеличиваются. А чем выше, тем больше легких первоэлементов увеличивается в пространстве. И жизнь наверху поэтому очень свободная, а внизу очень скованная. Низшая часть Вселенной, которая имеется в виду часть, которая перед водой. То есть есть Вселенная заполнена наполовину водой, первоэлементом воды. А наполовину она имеет вот это свободное пространство. И там находятся 14 галактик друг на друга в нашей Вселенной. Мы находимся на седьмом уровне, где-то посередине той свободной части Вселенной. То есть на одной четверти всей Вселенной мы находимся, в нашей Земле. В самом нижней части, где живут живые существа, до воды, в самой нижней части, там больше всего страданий. Сверху только одно страдание, сверху только одно счастье. А так как мы находимся, Земля находится чуть ниже середины, поэтому у нас страданий чуть больше в жизни, чем в счастье. Все, кто рождаются на Земле, они вот испытывают такой вариант жизни. Страданий чуть больше, чем в счастье. Вроде бы в лесу очень хорошо и красиво, но обязательно сядь комарик и укусь. Не даст полностью расслабиться в лесу и наслаждаться. Мы едем в отпуск, думаем, сейчас будет вообще классно, но мы ругаемся по дороге. Трепим друг другу нервы. И обязательно мы покушаем там пищу, которая вызовет понос в отпуск. Ну то есть, как бы, кто пожил на Земле уже некоторое время, уже понимает, что вот нет такого, что просто расслабился и было только хорошо. Обязательно что-то будет не так. Это означает средний планет. На райских планетах все наоборот. Итак, первый элемент эфира мы с вами немножко описали. Движемся вперед. Дальше первый элемент. Следующий первый элемент по плотности, менее плотный, чем первый элемент эфира, это пирамент воздуха. Пирамент воздуха, он управляет все виды движений в нашей Вселенной. И вообще само по себе движение невозможно без первого элемента воздуха. Даже движение мыслей, движение мыслей, движение разума. Я принял такое-то решение. Без первого элемента воздуха невозможно принять решение. Разум не сдвинется с места без него. Все виды движений осуществляются за счет праны, или по-другому называется жизненная сила, или прана, или первый элемент воздуха. И что такое пранаяма? Пранаяма – это упражнения, которые дают возможность усиливать количество первого элемента воздуха в организме. Чем больше первого элемента воздуха, тем больше бодрости внутри. Наши современные ученые говорят, что бодрости нет, потому что мало витаминов, заставляет жрать химию. Но они не понимают, что бодрость связана с первым элементом воздуха и достигается с помощью контакта с этим первым элементом. Это означает, что надо прогуляться в то время, когда праны очень много в атмосфере. Это утреннее, это утро, свежее утро, особенно в лесу, потому что праны в деревьях во много раз больше, чем в человеке. Когда человек идет среди деревьев, по ним движется сильнее прана, и там свежий воздух, то есть который вырабатывают энергии деревья. Человек наполняется праной. Некоторые говорят, что он наполняется кислородом. Я вам сейчас докажу, что это не так. Ощущение свежести и лёгкости в дыхании является чисто пранической вещью. Оно не связано с кислородом. Так, у нас был в Красноярске такой случай. Я буквально две недели назад был в Красноярске, читал лекции. Там было 900 человек. Это было в жаркое время дня, и зал не был построен для того, чтобы туда вмещалось 900 человек. Максимум было 800 человек по оборудованию зала. То есть не хватало воздуха людям. Людям не хватало воздуха. Я сделал следующее. Я поставил вот так руки. И так как я занимался пранаямой раньше, я начал определённое дыхание осуществлять, которое увеличивает количество праны в теле, как моём, так и тех, кто меня слушает. И я попросил всех сесть прямо, потому что если люди не сидят прямо, они почувствуют эффекта этого упражнения. Так люди там сели прямо все. Они вытянулись вот так, вытянули спины. Я тоже вытянул свою спину. Я начал дышать. И в результате этого дыхания люди почувствовали свежесть, и как будто ветер начал дуть. Хотя раньше он не дул. То есть откуда он взялся, непонятно. Там вообще не было контакта с окружающим пространством. С окружающим пространством. С окружающим пространством. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что есть тонкое пространство, и мы сейчас в нем жили. То есть, видите, вам стало свежее, да, как-то бодрее, классно так. Это результат пронояма. То есть вы сейчас почувствовали первый элемент воздуха, но их никакими приборами его невозможно почувствовать. Некоторые люди, они дурят нашего брата каким образом? Они берут такой прибор, то есть такой есть эффект Корлеана. Этот прибор показывает какие-то взаимодействия тела с волновой энергией. То есть тонкое тело вместе с грубым телом, когда соприкасается, возникает волна, волновой эффект. Хотя само тонкое тело никак с волнами не связано. И этот волновой эффект косвенно указывает на тонкое тело. Не прямо, а косвенно. Допустим, если по земле прошел кто-то, то можно косвенно узнать его вес по отпечатку следов. Иногда бывает так, что слоны не делают сильно больших отпечатков. Допустим, легким бегом бегут. И у них ноги еле соприкасаются с землей. Ну и так далее. То есть как бы нельзя 100% определить по эффекту Корлеана строение тонкого тела. Хотя какие-то моменты можно определить. Понятно? То есть мы можем с помощью своего ума понять, что такое тонкое тело. Да? Человек может понять, соприкасаясь с другим человеком, между людьми возникает гармония в тонком теле. Связь возникает. И эта связь приносит счастье. И человек точно знает, кто приносит ему счастье. Он чувствует эту связь на тонком плане. Хотя часто объяснить себе это не может. Почему так? Как тебя зовут, я знаю, только я. Как тебя зовут, бессонница моя. Эту песню первую свою я снова повторю. Что зовут любовью эту грусть мою. Человек чувствует связь с любовью. Вот так вот происходит. Но материалисты не могут объяснить этого факта. Они понимают, что есть связь между людьми. Они говорят, это условный рефлекс. Любовь это условный рефлекс. И они не понимают, как это происходит, что человек чувствует с близкими, с родственниками связь. И чувствует опасность, что родственники в опасности находятся. Он это чувствует. Я много раз в своей жизни это чувствовал. И даже молитвой спасал иногда родственников от опасности. У меня такие случаи были в жизни. Таким образом, много чего мы не понимаем, потому что мы принимаем эту жизнь слишком примитивно. Мы считаем, что нет никаких тонких связей между людьми. Мы считаем, что только грубые отношения существуют. И поэтому мы не понимаем, что есть поступки. На тонком плане они запечатляются внутри нас. В том числе и в пране. Если человек лишал кого-то жизненной энергии, он говорил, это нельзя, это нельзя, это нельзя, все время ничего нельзя. Ребенок, он же, когда растет, он проходит пять стадий развития человека. В первой стадии он воспринимает только мир с позиции грубой материи, первоэлемента Земли. И поэтому он только ртом все воспринимает, потому что первый элемент Земли контактирует только с ртом. В результате он все на зуб пробует, ребенок. Ему надо все почувствовать только через рот. Потом ребенок начинает мир воспринимать через первый элемент воздуха, через прану. Поэтому ему надо очень активно двигаться, ему надо бегать, смотреть везде, он обкатывает тело. Он как бы как машину новую обкатывает, люди гоняют, пробуют скорость, какую может развить. А может 200 километров? Пожалуйста, давай попробуем. Так и дети, они носятся, гоняют, тело обкатывают. И родители, взрослые не понимают этого, они понимают, что дети, у них активность движения в жизни в несколько раз сильнее, чем у взрослого человека. Они ему говорят, не бегай, не делай то, не сделай сё. Ограничивают ему жизнь. Дети плачут в результате этого. И человек, который так себя ведет, то он или в этой жизни, или в следующей, он получает проблемы с праной. Он говорит, что-то мне плохо. У меня нет силы ходить, жить, смотреть, думать, говорить, есть, пить, сексом заниматься. Чего я не могу? Силы нет. Это значит, блокировано движение праной в организме в результате прошлых поступков. Так действует карма. Что делать? Делать всегда один и тот же вопрос. Два способа есть действия. Первый способ. Реагировать на то, что происходит. То есть нет прана, заниматься пранаямой. Но этот способ, он имеет минимальные возможности. Второй способ — это заниматься духовной практикой. И сразу решать вопрос очень глубоко, в корне сердца решать вопрос. Когда человек занимается духовной практикой, он улучшает все виды жизни своей. Поэтому нет необходимости для людей, которые занимаются духовной практикой, нет необходимости подробно изучать закон кармы и тонкое тело. Тот человек, который уже понял, что надо полюбить Бога и служить всем вокруг этой любовью, ему не обязательно все подробно изучать. Он все само собой живет в его жизни правильно в результате. У него правильная жизнь получается. Итак, вы поняли, что есть первый элемент праны, он дает движение всему. Мы думаем за счет этой энергии, за счет движемся, ходим. Планета движется за счет, воздух движется за счет этой энергии. Химические реакции происходят за счет этой энергии. Все виды движения в этой вселенной за счет праны происходят. Следующий первый элемент называется первым элементом огня. Он дает все трансформации, превращения. Допустим, если я могу с помощью своего ума разрабатывать какие-то новые методики, значит, у меня сильно действует первый элемент огня в психике. Он дает изменения. Изменяет все. Когда человек изменяет свою жизнь к лучшему, он тоже действует с помощью первого элемента огня. У него была одна жизнь, теперь другая жизнь. Трансформации произошли. Это действует первый элемент огня. Первый элемент огня, он сосредоточен в одном месте нашей Вселенной. Это планета Солнца, которая излучает свет. Веда говорится, что это энергия Господа, но что эта энергия Солнца никогда не закончится в Солнце. Оно не гаснет. Потому что есть Господь изнутри, как Сурьяна Раина. Он наполняет Солнце светом, энергией радости. И наполняет всю нашу солнечную систему. Он наполняет радостью или желанием жить. И мы можем тоже отдавать Солнце друг другу. Солнце – это энергия оптимизма или радости. Это мужское начало, мужской принцип в человеке. Женский принцип – это спокойствие. Женщины успокаивают, все вводят в гармонию. А мужчины, они активизируют, дают радость. Мужской принцип. Солнце несет в себе мужской принцип. Луна женский. Луна успокаивает, все вводит в гармонию. Женские первоэлементы – это первоэлемент воды и земли. Мужские первоэлементы – это женский первоэлемент воды, а мужской первоэлемент огня. Луна дает энергию воды всему. И связана с водой. Приливы, отливы, циклы женские, энергия воды. Энергия огня – мужской принцип. Солнце, ты посмотри, какое солнце в вышине. Солнце, оно дает свое тепло тебе и мне. Солнце, дарите солнце, как весенние цветы. И станет на земле еще светлее. Да, видите, то есть человек описал, что такое первоэлемент огня с помощью песни. То есть есть солнце, оно дает свое тепло тебе и мне. Но солнце также живет в человеке. Дарите солнце, как весенние цветы. Отдавайте солнце, дарите, радуйте других солнцем, своего сердца. И станет на земле еще светлее в результате. Первый элемент огня начнет жить в отношениях между людьми. Он не только будет жить, нагревать наше тело, он жить будет в отношениях. И разные люди по-разному усваивают солнце. Те люди, которые на материалистичной платформе находятся, они не понимают, что солнце – это энергия радости. Они не видят солнце, как энергию радости. Смотрите, этот лук сейчас отражает энергию солнца. И именно энергия радости от него исходит. Побнимательнее посмотрите, что исходит от луга. Энергия радости, он радует глаз. Так или нет? Радость от него исходит. Ра – это солнце, на древних языках на многих. А дасть означает давать. То есть солнце состоит из этой силы, дающей радость. Это солнечная энергия, элемент огня. И люди, которые радуются солнцу, они живут в радости. Но некоторые врачи говорят, солнце – это вредно для здоровья. И те люди, которые поверили им, они смотрят на солнце и боятся. Так они не в радости живут. Тот, кто радуется солнцу, получает радость от солнца. Тот, кто не радуется солнцу, получает от солнца геморрой. Потому что геморрой – это воспалительное заболевание. И все воспалительные заболевания также имеют солнечную энергию, солнечную природу. Человек, который не радуется солнцу, он не может вставать рано, утром, вовремя. Потому что солнце отвечает за режим дня человека. Его называют кала-чакра. Солнцу называют кала-чакра – это колесо времени. И когда солнце движется по небосводу, оно определяет, что нам делать в каждую секунду времени. Так, например, утреннее время предназначено для молитвы, а не для сна. Поэтому рано утром человек должен встать с постели. Если он не встает, солнце уже пошло вверх, а он лежит. То в это время у него в организме поднимается огненная энергия, приводящая ко всем видам воспалительных заболеваний. По факту все воспалительные заболевания рождаются в организме, когда мы спим, а солнце поднимается вверх. Точно так же, когда солнце садится вниз, и нам пора отдыхать, расслабляться, а мы не хотим, мы хотим бодрствовать, то в это время у нас возникает в организме нехватка солнечной энергии. Солнце забирает свою силу у нас, и в результате в теле увеличивается энергия воздуха. Потому что они противодействуют друг другу. Чем больше энергии воздуха, тем меньше энергии солнца. Чем больше энергии солнца, тем меньше воздуха. Поэтому на юге все расслаблены. У них нет энергии воздуха, а на севере все такие активны. Когда северяне приезжают, допустим, на какой-нибудь Майами работать, трудиться там, и они как бы нанимают этих людей на работу. И говорят им, сделайте вот это, допустим, построите здание. И жители Майами, они как строят? Очень спокойные. У них мало энергии воздуха. Они очень медленно все делают. И наши начинают психовать, орать на них. Быстрее! И те смотрят, хорошо. И дальше продолжают тоже духи. Знакомая история? Ну, то есть... Но другая песня возникает, когда не хватает энергии солнца, вечером, когда человек не хочет спать. Не увеличивается деструктивная энергия воздуха, и психика становится очень напряженной у таких людей. Настолько становится напряженной, что по факту человек даже не может расслабиться сам. Ему поэтому нужно курить сигарету, табак, чтобы расслабить себя. Таким образом, люди, которые не соблюдают режим дня, они становятся склонными к вредным привычкам. Им надо расслабляться искусственным образом уже. Те люди, которые не могут с рано вставать, им надо кофе пить с утра для того, чтобы тонизировать себя. Потому что по-другому никак не тонус не возникает. Когда человек рано встает, у него тонус само собой возникает в организме. Ему не надо себя ничем тонизировать. Но рада вставать надо в каком сознании? В состоянии радости по отношению к этому миру. Не спи, вставай, кудрявая, в цехах звенья. Страна встает со славою навстречу дня. Нас утро встречает прохладой. Нас пением встречает река. Ветром встречает река. Понятная система, как надо вставать с утра? Не вот так вот? Если не можете вставать нормально, включите себе, значит, мобильники, поставьте себе запись. Это хор такой, хор русский. Советский хор такой революционный. Вставай, проклятием заклян. Звук активизирует человека в жизни. Звук обладает силой влиять на разум. Итак, первый элемент огня. Трансформации вызывают у нас в жизни разные трансформации. Есть позитивно настроенные люди, есть негативные. Негативные — это люди, неправильно использующие энергию огня. Позитивные — это правильно использующие. Негативно настроенные те, кто обижается на события. А позитивно настроенные — те, кто принимают события и верят, что всё будет хорошо. Негативно настроенным людям надо медитировать на энергию радости, которая исходит из луга. Учиться радоваться ей, этому свету. Видите, я дарю вам энергию любви, да? И Господь обо мне заботится. Как? Когда человек является открытой системой, он открыт ко всему, что происходит. И он с любовью как всем относится, ему не надо думать о своём благополучии. Потому что когда человек открыт ко всем и с любовью ко всем относится, он очень глубоко хочет всех любить, заботится обо всех. И в это время у него внутри возникает жажда, желание пить. То в результате среда сама реагирует и наливает стакан с водой. Она реагирует через добрых людей. Через добрых людей это происходит. Есть добрые люди на земле. И они вот таким образом действуют. Есть четыре уровня саньяси, то есть отречённых людей в ведах описываются четыре уровня. На четвёртом уровне человек не заботится о своей жизни. Я сейчас объясню, как это происходит. Саньяси — это тот, кто учится любить всех и жить не для себя. То есть он отрёкся от своей личной жизни. Личная жизнь означает жить для себя. Он уже не живёт для себя, он живёт только для других. Поэтому он не контактирует с противоположным полом. Потому что любой контакт с противоположным полом всегда вызывает активизацию эгоизма. Жизни для себя. И этот человек отказывается от жизни для себя и живёт просто для всех. Как для женщин, как для мужчин. Всем дарит свою любовь. На первой стадии он питается за счёт подаяния. Он просит милостыню. И добрые люди дают ему милость, увидев, что у него честный взгляд, что он честный человек. И так он собеспечивает себе на жизнь. На второй стадии, следующая стадия саньяси, у него любви становится больше к людям и бескорыстия больше в результате такой жизни. В результате добрые люди становятся его последователями, вдохновляются его жизнью, его судьбой. И поэтому ему не нужно больше просить подаяния. Его ученики содержат его на второй стадии саньяси. На третьей стадии саньяси человек перестаёт вообще как бы кого-то о чём-то просить, даже своих учеников. Он отказывается, и он получает то, что даёт ему природа. Допустим, яблоко упало, он его берёт, ест. Ну, то есть, он живёт тем, что даёт природа. И на четвёртой стадии саньяси он не живёт тем, что ему даёт природа. Он вообще ничего не берёт у этого мира. Просто сидит в лесу и молится. И Бог ему посылает людей, которые его кормят, одного за другим. Люди приносят ему еду. Причём, сами того не знают, что так будет. И когда это знание получил один ведический святой, он не поверил в это, и сказал, докажи. И тогда учитель его повёл в одно место в лесу, где сидел такой возвышенный святой. И они наблюдали за ним. И один человек заблудился в лесу, и он как бы, у него было много пищи с собой. Он попал к этому человеку прямо. И получил от него духовное знание. И накормил его. и пошёл дальше. И так продолжалось постоянно. Господь, веды говорят, живёт в сердце каждого и кормит каждого человека и каждое живое существо. Смотрите, птицы рождаются там, где есть корм для птиц. Рыбы рождаются там, где есть корм для рыб. Звери рождаются там, где есть корм для зверей. Волки рождаются там, где есть корм для волков. Мы все получаем заранее уже возможность иметь пищу. Но чем более скупо живёт человек, чем больше он жадности испытывает к этому миру, тем больше этот мир от него оттягивает возможности. Потому что люди не реагируют на него хорошо. Чем же днее человек, тем больше люди от него отстраняются. И в результате ему надо очень тяжело трудиться для того, чтобы зарабатывать все на жизнь. И чем более добрый и открытый ко всем человек, тем меньше он думает о себе, тем больше люди заботятся о нём и хотят ему служить. И наоборот всё происходит. Вот, например, у меня есть одна склонность. Я люблю раздавать цветы после лекции. И поэтому Господь через добрых людей заботится и приносит цветы на лекцию. еще и извиняется. Приносит и еще извиняется. Так мы с вами изучаем закон Кармена практики. Так как мы в святом месте, Господь помогает, всё устраивает, мы видим всё реально, что происходит. Вчера пришла корова.